Сегодня в программе Этнокрым. Солдат, лично уничтоживший в Крыму более 40 фашистов, 70 лет считался пропавшим. Работа по поиску и установлению неизвестных защитников Отечества продолжается. На следующий день любой желающий может заняться поисковой работой. Спустя 76 лет Нури Белялов узнал о судьбе родного брата, пропавшего в 42 году. Сколько лет прошло, а я нашел своего родного брата. Какие подарки от народных дипломатов Германии получила детская футбольная команда? Они подарили очень красивую, прекрасную форму для детей. Дети будут очень рады. Итоги работы греческих обществ России и их будущие планы на 2019 год. Меня радует, что процесс появления новых и новых проектов не прекращается. Интересные и малоизвестные факты о марийцах. Как можно определить статус немки по завязанному банту на фартуке? Незамужняя девушка, то есть свободная. Она носит бантик фартука с левой стороны. Какова роль женщин в греческой истории? Три медали за отвагу и орден славы. Третья степень именно за бои здесь, а погиб он в Германии. Долгие десятилетия дедушка и дядя профессора Олега Габреляна числились без вести пропавшими в годы войны. Более 70 лет родные и работники военкомата считали, что все они погибли в боях за Крымский полуостров в Керчи. Когда мы перебрались жить в Крым, мать ей рассказывала по семейному преданию, что ее дяди Бугдан и Барсек ушли на войну и воевали здесь, в Крыму. Что с ними произошло? Потому что пришли просто поездки, пропали без вести. Мы не знали. А я все время ей обещал, я разберусь, я найду. Жизнь, она занимает много времени, текущие проблемы у каждого из нас. Но потом на каком-то этапе пришло понимание, что, наверное, все-таки это наш долг, чтобы сохранить эту память. И я обратился к Вартану Григоряну. Он такой вот человек, который посвятил свою жизнь возвращению забытых имен. И я попросил, чтобы он что-нибудь о них узнал. Благодаря стараниям Вартана Григоряна, который более 20 лет жизни посвятил документальному поиску без вести пропавших солдат, удалось узнать судьбу родных Олега Габрииляна. Удалось установить судьбу одного из них, который сражался с знаменитой 89-й Таманско-стрелковой дивизией. Мало того, что он сражался, выяснилось, что он четыре раза был здесь в боях в Крыму награжден. Он получил три медали за отвагу и орден славы третьей степени, а приставлялся к ордену Красного Знамени. И удалось установить место его гибели и захоронения. Крымский краевед, автор ряда книг по истории Великой Отечественной войны, Вартан Григорян кропотливо воссоздает боевой путь частей и подразделений Красной Армии, занимается поиском без вести пропавших, погибших в боях за Крым, воинов армянской национальности. Им воскрешены уже более трех тысяч имен. На следующий день любой желающий может заняться поисковой работой. Благо, сейчас не надо для поиска сведений ехать в архивы, основное у нас где, в Москве, в Центрархиве Министерства обороны Российской Федерации. Не надо ехать подождь, копаться там, чтобы пару часов всего лишь в день поработать. Всего лишь достаточно дойти до компьютера. Если есть подключенный интернет, то есть великолепные сайты созданы, где миллионы документов выложены. Это автоматизированная база данных «Мемориал», где погибшие, пропавшие без вести. И подвиг народа, где выложены приказы о награждении и наградные листы. Историки пишут, что в годы Великой Отечественной войны с фашистами сражались от 500 до 600 тысяч армян, около 300 тысяч из которых погибли, в том числе и в боях за Крым. В боях за Крым погибли порядка 50 тысяч воинов-армян. Это из миллиона солдат Красной Армии, которые в 1941-1944 годы здесь погибли. Так вот, из них около 50 тысяч – это воины-армяне. Точного учета никто никогда не вел по национальности. Если, допустим, люди призывались, армяне призывались из Северного Кавказа, из Российской Федерации, соответственно, в учет этот никакой не входил. Если из Армении, допустим, из около 300 тысяч призванных, около 100 тысяч погибли, это могут сказать, допустим, команды Армянской ССР. А если из, допустим, Нагорного Карабаха из 45 тысяч призванных, более 20 тысяч погибли, кто армян погибли, да кто про это скажет. А армян из Нагорного Карабаха, из северных регионов Нагорного Карабаха было призвано более 100 тысяч. Из них половина погибли. Для маленького народа это огромные и невосполнимые потери. Могилы многих тысяч армян остались безымянными. В память о российских и советских войнах, погибших в боевых действиях, 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Это не только День памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Всего в войнах и вооруженных конфликтах 20-21 веков пропали без вести около 2 миллионов советских и российских граждан. И каждый год работа по установлению и поиску неизвестных защитников Отечества продолжается. После 76 лет поиска и неведения 90-летний Нурибелялов узнал о судьбе родного брата Рисуля, пропавшего во время Великой Отечественной войны. В семье было 7 мальчиков, среди них в живых остался только Нурим. Самым старшим был Рисуль. Последний раз братья виделись в далеком 41-м году. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Рисуль был призван в армию из родного села Кабарта Бахчисарайского района. В последнем своем письме написал, что служит в танковых войсках в Харькове. А в 1944-м семья была депортирована в Узбекистан. С тех пор Рисуль числится пропавшим без вести. Мой отец тоже пропал без вести в 1942 году под Керчью. Участвовал еще в Первой мировой войне. По возрасту не должен был опять воевать. Но пошел в военкомат просить, чтобы его забрали, а моего брата Рисуля отпустили. В итоге и отца призвали тоже. Все эти годы Нурибелялов пытался найти хоть какие-то сведения о родном брате. Обивал пороги архивов, писал многочисленные обращения в Москву. Но, к сожалению, все безрезультатно. И вот свершилось. В начале апреля 2017 года поисково-патриотическая организация «Отчизна» в социальных сетях выставила пост с фотографией Рисуля с просьбой найти родственников солдата. Публикация разлетелась моментально. Понадобилось всего несколько часов. И внук Нурибелялова Эрнест Кишви связался с поисковиками. Когда увидел эту информацию непосредственно в соцсети Facebook, неожиданно, конечно, было увидеть эту информацию. Сразу растерялся, но попытался как можно быстро сообщить, скажем, родственников о том, что нашелся наш родственник, брат деда. Родные не знали, как сообщить эту новость Нури, учитывая его возраст. Ведь найти место захоронения останков своего родного брата он меньше всего ожидал в столь отдаленном краю. Сели все родственники, собрались издалека, издалека так. Накрыли стол, посидели. Он открывает потом ноутбук. Карпабай говорит, вот посмотрите, вот мы здесь, это самое, вот вам не знакома вот эта фотография, вы не знаете этого человека? Он так смотрит, говорит, это самое, что-то такое знакомое, говорит. Так это, говорит, он на меня похож, говорит. Вот, говорит, и уши смотрю, говорит, все, говорит, это, говорит, мой брат, наверное. И, в общем, так расстроился. Давление поднялось, мы тут все, самое, в шоке. Да, и вот сестры никто не знал, мы как бы сюрприз всем сделали это. Сидим все, плачем. И вот так вот все это донесли до Карпабашки. Он не верил, долго не верил как-то. Оказалось, Рисуль Белялов попал в плен в Харьковском котле. Был угнан сначала в Польшу, а затем в Заполярье. Там попал в лагерь на Утсе. Еще его называют «Ледяной ад». Не дожив два месяца до победы 25 марта 1945 года, крымчанин умер на Кольском полуострове в Мурманской области и был погребен на территории лагеря. Очень радость была. Хоть он умер, когда умирает человек, радость не бывает. А сколько лет прошло, 72 лет, сколько лет прошло, а я нашел своего родного брата. Как это, с одной стороны, вот сейчас я знаю, когда он родился, когда у него можно день рождения справить, два дела, я уже знаю. Это для меня радость. В мае этого года, накануне Дня Победы, семья Беляловых была приглашена в Мурманск на место захоронения погибших воинов в Заполярье. Несмотря на преклонный возраст, Нурей Белялов с внуком Эрнесом и правнуком Исмаилом приехали в долину славы. Мы взяли с собой, получается, родную крымской земли, привезли на могилу нашего родственника и оттуда, с Мурманска, набрали той земли, в которой он лежит, чтобы ее здесь, скажем, на кладбище у нашего, ну, старшего брата, деда, ее рассыпать, как бы привезти, чтобы придать земле, как говорится, ну, хоть вот таким образом. Когда поступила эта информация, первое желание деда было перевезти останки. Но в процессе, уже общаясь с поисковыми группами, нам как бы объяснили, что это не одиночное захоронение. Это братская могила. Там 309 бойцов, которых подняли, получается, их захоронили, останки все были захоронены, потому что на том этапе, когда, скажем, ребят нашли, еще не понимали, скажем, не было списка имен. В честь Дня Победы Нуре Белялову вручили медаль, шагнувшую в бессмертие, присужденную брату посмертно. Разрешите вручить и сказать огромное спасибо за тот подвиг, который совершил ваш брат и вообще за все эти подвиги, которые совершали наши деды, отцы и родные. Низкий вам поклон. Спасибо вам. И мне выручили вот эту посмертную медаль. Она говорит, вы чего-нибудь скажете, может, расскажете. Я говорю, так хочу, говорю, рассказывать, не могу воровать. Заплакал, честно говоря, заплакал. Семья Беляловых приняла решение ежегодно посещать место гибели своего родственника. Нужно помнить историю своей семьи и знать героев, которые отличились в истории. Я первый из потомков, кто поехал на место захоронения брата, прадеда. У нас в семье складывается традиция, что нынешнее поколение будет ездить на место захоронения брата, прадеда и вспоминать историю. Имя Рисуля Белялова навечно вписано в историю Мурманска. Память о доблестном воине не сотрется и в сердцах крымчан. Спорт не имеет национальных границ и не замечает санкции. Представители народных дипломатов Германии и депутат Государственного совета Республики Крым Юрий Гемпель вручили крымским ученикам 24-й школы комплект спортивной формы, а также дали старт акции по поддержке детских спортивных команд. В этой школе достаточно серьезное внимание уделяется спортивному воспитанию детей. Как сегодня сказали мои коллеги, спорт не требует переводчиков, не требует знания многих языков. Это отдельный язык, на котором могут разговаривать буквально все. И хочу сказать, что спорт объединяет людей. С 1996 года 24-я школа является специализированной школой с углубленным изучением немецкого языка – главного и обязательного предмета. С 2001 года установлены и продолжают развиваться партнерские отношения с гимназией имени Людвига Франка, города Манхайм, а также школа тесно сотрудничает с немецким культурным центром Гёте-институт и другими международными организациями. Очень такое нужное мероприятие, потому что любые контакты с Германией нам очень важны. Важны они еще и потому, что это мотивирует наших детей изучать немецкий язык. Мы, конечно, рады гостям. Они подарили очень красивую, прекрасную форму для детей. Дети будут очень рады. Сегодня футбол – это популярный вид спорта в школе. Дети охотно занимаются этим видом спорта. Популяризация футбола растет с каждым годом. И наша школа неоднократно становилась чемпионом города. Мне приятно также отметить, что наша школа выиграла Евро 2012 года. В этом году мы также прошли первый тур по футболу и будем участвовать в финальной части кубковой по футболу. Бориса Кемфа, предпринимателя из Германии, посещение школы и общение с юными футболистами окунуло в ностальгию по тем временам, когда он был учителем физкультуры в обычной сельской школе. Зайдя в этот спортивный зал, сквознули какие-то воспоминания очень хорошие, добрые. Так как вот эти спортзалы школьные – это кузница кадров, хороших кадров большого спорта. Люди отсюда выходят с какими-то знаниями, кто более усердно работал, те, естественно, добиваются больших и средних успехов в спорте. Поэтому я считаю вот это место таким началом большой дороги в спорте. Такая хорошая, добрая акция передачи формы и сотрудничества между немецкими ребятами и российскими. Я думаю, это тоже отличное начало для большого пути. Путь этот действительно большой. Уже в ближайшее время будет подписан договор о проведении совместных мероприятий между детскими футбольными командами Республики Крым и Германии. Доклады, голосование и обмен идеями. Греки России подвели итоги своей работы в уходящем году и наметили план на год грядущий. Какие новые награды будут созданы для самых активных греков и филелинов? Быть ли Всероссийскому межнациональному фестивалю «Крымский маяк» в 2019 году? И о других интересных мероприятиях мы узнаем прямо сейчас. Итоговое заседание Совета в этом году было приурочено к празднованию 190-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Грецией. Проходило оно в культурной столице России в Санкт-Петербурге. Марина Пантеревна, Вы сегодня подводили итоги. Расскажите поподробнее, как сработала наша команда в этом году. Если в цифрах, то был переработан план на 222%. В этом году мы изменили немножко формат представления отчета и действительно хотели показать, сколько всего делается. Я бы обратила внимание еще очень на последнюю страницу нашего отчета, где были перечислены партнеры мероприятий, которые проводит Федеральная автономия греков России. Это и Федеральное агентство по делам национальности, это и правительство Москвы. Очень мощным мероприятием стали наши аристотелевские чтения, которые прошли на базе МГУ имени Ломоносова. 80 ученых приехало, издаются сборники. Мы изменили формат направления нашей деятельности, на мой взгляд, и, как мне кажется, на взгляд всех наших членов нашей автономии. Мы его сделали более образовательным, что ли. Он у нас теперь образовательно-культурный. То есть наша миссия популяризации нашего народа, нашего языка, наших традиций, как мне кажется, выполняется на 90%. Мирина Пантелеевна, нас в будущем году ждет масса интересных событий и мероприятий, и в том числе создание клуба, клуба мудрецов. Что это за клуб, расскажите? Во всех общественных организациях, врачи, юристы, везде есть советники, везде есть эксперты. А люди, которые войдут в этот клуб мудрецов, они однозначно будут эксперты греческого движения, эксперты общественного движения. Поэтому я считаю, что это будет очень интересный проект. Если буквально ответить на вопрос, как я оцениваю работу своей команды, если бы я оценил бы очень хорошо, наверное, моя деятельность бы завершилась. Я по своей натуре такой человек, что всегда мне кажется, что-то недоделано. Наверное, это стимулирует к новым задачам и к новым вершинам. А в целом люди работают, тропотливо занимаются своим делом, результаты есть. Я уже на заседании говорил, это не коммерческая деятельность, это не профессиональная деятельность, общественная, а по уровню, я бы сказал, подходу, заслуживает понятия профессиональной работы. На ваш взгляд, какое мероприятие было самое значимое в 2018 году? Я полагаю, что все-таки Крымский фестиваль, наверное, он был с эмоциональной точки зрения, наверное, очень значимым, потому что мы смогли, точнее, молодежь смогла его переформатировать на межнациональное и озвучить на федеральном уровне и по всей стране. Какие новые цели и какие акценты в работе вы сегодня предложили своим коллегам? В своей активной предпринимательской работе своим директорам всегда говорю, что если какой-то проект начинает спотыкаться, отложите. Если он чрезмерно успешен, приостановите. Возьмитесь за новый проект, это стимулирует наше долголетие. Если от этого критерия отойти, то могу сказать, что меня радует, что процесс появления новых и новых проектов не прекращается. 2019 год нас порадует обилием мероприятий. Олимпиады, конкурсы, конференции, спортивные турниры и дни памяти выдающегося деятеля и мецената Российской империи Дмитрия Бенардаки. Судя по вашему выступлению, мы поняли, что нас в следующем году ожидает очень много интересных мероприятий. Это и Олимпиады, и конференции. Но все же нас, как крымчан, интересует Крымский маяк, фестиваль, который полюбили все. Всероссийский межнационально-молодежный фестиваль «Крымский маяк» пройдет при поддержке Фонда президентских грантов. И он будет посвящен языковому многообразию народов, проживающих в нашей стране. Будут представители всех восьми федеральных округов. Ожидается присутствие высших должностных лиц российского государства. Мы ожидаем более 300 ребят. Даты проведения фестиваля с 30 апреля по 4 мая. Приятным событием рабочего дня стало вручение торжественной награды за выдающийся вклад в развитие эллинизма. Обладателем медали стал духовник греков России, отец Олег Добринский. В скором будущем появится еще одна награда, которой будут отмечать заслуги греков-меценатов. Это достойная награда, потому что она носит имя серьезного деятеля, благотворителя, мецената, который сделал огромный вклад и в России, и в Греции, в науку, в образование, в духовность. Помогал малоимущим, строил заводы. При каждом заводе строил храмы. Трудно переоценить заслуги Дмитрия Егоровича Бенардаки. Это действительно достойная для тех людей, которые будут кандидатами на вручение этой медали, награда. И я думаю, что каждый должен заслужить ее. И на сегодняшний день такие люди есть. Иван Игнатьевич, сегодня говорили о новой медали, которая будет вручаться меценатам и благотворителям имени Бенардаки Дмитрия. И также проговорили о том, что очень много филаленов у нас существует, которые вкладывают свои силы и средства для развития нашей культуры. Будет ли им какая-то награда? Среди филаленов мы должны выявлять, я бы сказал, сильных мира всего и акцентировать наше внимание на них, чтобы они понимали, что мы видим их любовь, мы чувствуем ее. Филален, я бы сказал, нуждаются во всегреческих, общегреческих, нашем внимании и аплодисментах. И поэтому я и предложил подумать о том, чтобы учредить такую награду, наше некое такое общегреческое признание. И это и будет и на международном уровне. В ходе рабочей встречи был поднят вопрос и о принятии Федеральную греческую национально-культурную автономию общественную организацию Херсонес, которая объединяет греков Севастополя. В завершении заседания делегаты от греческих обществ России пообщались с заслуженным работником военно-морского флота Фотисом Муратити, автором нескольких книг, посвященных достойным грекам нашей страны. Книги его предыдущие все имеют. Вообще у меня привычка находиться все время на сайтах. И все книги, связанные с греческим каким-то названием, я покупаю, передаю в библиотеки Новороссийска, дарю людям в архив Новороссийска. Всем должны заниматься профессионалы. А наша задача этих профессионалов – провести наше греческое движение. Спасибо, Фотис Иванович. Это третья Ваша работа. Мы очень ценим Ваш труд. Скажите, пожалуйста, чего нам ожидать в будущем? Над чем Вы уже начали работать? Я работаю еще над второй книгой «Греки Санкт-Петербурга», потому что очень много интересных фамилий. Но я хотел с ней про них рассказать, но не смог, потому что времени не хватило. Но работа будет очень интересная. Очень много великих выдающихся людей. Если наши греки, южане, все жили зажиточно и богато, то у этих южан по 10, по 8 детей было, то они все уехали в столицу. И в столице проявили себя. И достигли больших высот. И я с гордостью буду о них писать. Мало кто знает, что посаженный отец на свадьбе у императора Петра Великого был грек. Есть еще какие-нибудь интересные личности, о которых мало кто знает, но выдающиеся? В той новой книжке будет много людей, которые непосредственно обслуживали царские семьи. Но у них фамилии были завуалированы, но они были греческого происхождения. Такими были итоги работы греческих общественных организаций России в 2018 году. Мы же с нетерпением будем ждать реализацию новых проектов и идей. Далее в программе. Интересные и малоизвестные факты о марийцах. Как можно определить статус немки по завязанному банту на фартуке? Незамужняя девушка, то есть свободная, она носит бантик фартука с левой стороны. Какова роль женщин в греческой истории? Этот народ находится на 23 месте по численности населения Крымского полуострова. Сегодня в рубрике «Факты» мы рассмотрим интересную информацию о жизни и культуре марийцев. Этноним «Мари» имеет исходное из иранского языка значение «человек, муж, мужчина». До революции марийцев называли «черемисами» – «человек из болотистых лесов». Этот народ – Волго-Уральского региона. Предки марийской народности начали освоение современной волговятской территории в начале первого тысячелетия новой эры. Марийцы принадлежат к числу народов, которые никогда не имели своего государства. Подразделяются они на три этнографические группы – луговые, горные и восточные. Марийский язык относится к финно-угорской группе уральской языковой семьи, а письменность народа «Мари» основывается на русском алфавите. Общая численность марийцев, проживающих на территории Российской Федерации, по данным за 2010 год, составляет более 574 тысяч человек. Из них 50% – жители республики Марий-Эл. Основная религия народа «Мари» – православие. При этом марийцев называют последними язычниками Европы. Около 6% населения являются приверженцами марийской веры – марловера, в которой сочетаются христианство и традиционные верования. Помимо основных национальных музыкальных инструментов, у народа «Мари» существует традиция играть на зеленом листе дерева. Визитная карточка в традиционной кухне марийцев – слоеные блины, отварные пирожки и суп с клетками. В Крыму массово представители народа «Мари» поселились во времена Екатерины Великой. За преданную службу Российской империи лучшим воинам императрица пожаловала земельные наделы. Численность марийцев на Крымском полуострове, согласно исследованиям 2014 года, составляет 801 человек. Функционирует одна общественная организация народа «Мари» – Севастопольское национально-культурное общество «Элнет». Одними из самых известных морийцев России являются актер Олег Токтаров, сыгравший в фильмах «Ви» и «Хищники». Во всем мире его знают как русского медведя – победителя жестоких боев без правил. Вячеслав Быков – советский и российский хоккеист и тренер. Пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный тренер России, бывший главный тренер сборной России по хоккею. А также Серик Сапеев – боксер-любитель, чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. В культуре морийцев достаточно много интересных особенностей, с которыми мы непременно будем продолжать знакомиться. Немцы – это нация, которая чтит свои традиции, историю и богатое культурное наследие, накопленное веками. История немецкого национального костюма имеет очень древние корни. Первые поселенцы германской территории носили одежду из шкуры зверей и меха. Так они согревали себя и оберегали тело. Позже одежду заимствовали у римлян, у которых уже был свой традиционный национальный наряд. В середине XVI века, в период реформации, произошли важные изменения в развитии национального немецкого костюма. Для пошива одежды стали использоваться льняные и шерстяные ткани. Но в каждом регионе страны были свои характерные черты костюма. У мужчин мы видим, в принципе, стандартное одеяние – это штанишки, жилет, печак и головный убор. Среди этих костюмов по регионам, даже по городам отличаются эти костюмы. С формой пуговиц, с количеством пуговиц на жилеты, естественно, головным убором и цветом жилетов или штанов. Мужские кожаные штаны, как мы их знаем сегодня, их было совсем мало раньше. Во-первых, этот материал был очень дорогой. И для простых селенских мужчин этого просто было недоступно. Потом этот материал стал дешевле. Изначально одежда простых крестьян была схожа с нарядом жителей города. В 15 веке господа одевались скромно. Их гардероб во многом был похож на наряд прислуги. Но главным отличием считалось качество ткани, ее цвет, наличие меха и украшений. Начиная с 18 века при пошиве одежды использовалось черное и белое кружево. Прадедушка в день свадьбы в 1881 году. Он был в своем фольклорном костюме, а невеста тогда еще под традицией в черном, совсем черном платье. Тогда еще не было белых свадебных платьев. В 19-20 веках женщины Баварии голову покрывали платком, чипцом или шляпой. На сегодняшний день известны две разновидности немецкого костюма. Традиционная одежда как для женщин, так и для мужчин. И исключительно женский наряд, состоящий из пышной блузки, корсета или жилетки, сарафана с передником или многослойной юбки с фартуком, пестро украшенным вышивками или кружевом. В Германии у разных частей страны есть свои какие-то костюмы определенные. Но одним необходимым атрибутом является корсет. Он присутствует во всех костюмах немецкой культуры. Интересным фактом является то, что костюм включает в себя два фартука. Один впереди, другой сзади. Незамужняя девушка, то есть свободная, она носит бантик фартука с левой стороны, а которая занятая, то есть замужем, она носит справа бантик. В современном мире национальный немецкий костюм повседневно носят жители Баварии. Там это считается показателем хорошего вкуса. Женщина. Одно слово, но так много значений. Произнося его мы чувствуем одновременно практически всю гамму чувств и эмоций. Это уют, тепло и вкусный аромат в доме, поддержка и доброе слово в работе. Это нежность, страсть, забота и любовь в жизни. Сегодня в программе мы рассмотрим, какую роль играла женщина в греческом мире с древних времен. Если взять афинское общество древних афин, то гречанка в этом обществе несла такую же роль примерно, как и в греческих семьях, наверное, и по сей день. То есть она должна была рожать детей, воспитывать их, смотреть за домом. Даже в городе, когда она оказывалась, она должна была скромно проходить рядом с мужчинами незнакомыми. Более свободно себя чувствовали женщины спарты. И это обусловлено тем, что спартанские мужчины в основном находились в военных походах. А их дети уже с 7 лет обучались боевому искусству в специализированных армейских лагерях. Гречанки, жены, сестры, девушки молодого возраста собирались и проводили конкурсы красоты. Там они могли раздеваться, скажем, показывать красоту своего тела, что обычно в греческом обществе не дозволялось. В древней истории все же есть период, когда роль женщины вышла на первый план. Известен он нам как матриархат. Историки связывают это с появлением и развитием земледелия. По многим источникам и исходя из исследований многих ученых, мы видим, что, скорее всего, амазонки находились на севере современной Турции, то есть где находился древний понт. Точнее, в городе Фемисхера. Там даже сегодня установлен своего рода памятник амазонки. Они до абсолютного пика такого довели власть женщины, в котором мужчина не то что не играл роль, его и не было практически, он нужен был только для того, чтобы воспроизводить свой вид. Естественно, такие проявления в каких-то обществах того времени могли быть, но это было не правило. Женщина в греческом обществе не имела никаких политических прав. Ей не дозволялось посещать народные собрания, театр и Олимпийские игры. Однако существует история, повествующая о спартанской принцессе Кениске, которая стала первой женщиной, одержавшей победу в гонках колесниц в IV веке до н.э. А первой известной женщиной в науке, жестоко поплатившейся за свои знания, являлась философ, математик и астроном Епатия Александрийская. Она по тому времени считалась довольно мыслящей, скажем, и была одним из ведущих ученых того времени. Она владела знаниями, передавала их своим ученикам, за что, в принципе, она в этот период более сложный, перехода от древности к средневековью, она и поплатилась своей жизнью. То есть ее не воспринимали уже в тот период, в период больших перемен. Но и в древнем обществе, скажем, она особенно не могла показать, скажем, возможно, она могла показать свои знания, но не могла показать, например, свою личность, ее проявить. Не могла себя женщина особо проявить и в средние века. Политика и наука продолжали оставаться прерогативой сильной половины человечества. Тем не менее, в истории зафиксированы случаи, когда женщина все же оказывала значительное влияние как на религиозную, так и на политическую жизнь. В Византийской империи одним из ярких примеров является деятельность императрицы Феодоры, супруги императора Юстиниана I, которую сегодня христиане почитают как святую. София-палеолог – это еще один прекрасный пример, когда греческая женщина проявила себя как мудрая правительница, верная жена и сторонница православных традиций. Грекам, которые оказались за пределами Византийской империи, в Италии, во Франции, например, скажем, того времени, где власть была католическая, пришлось принять католичество. По своему желанию принял католичество, мы так знаем, Виссарион, который был митрополитом в Трапезунде в свое время и стал кардиналом в Риме. Именно он отправил Софию, значит, палеолог в Россию, чтобы она вышла замуж за русского царя. Многие на Западе в то время надеялись на то, что будет перенесен дух Запада в Россию, и что-то получится общее. А она сыграла совершенно другую роль. Она перенесла традиции византийские в Россию. И в России дух Византии, например, он укрепился, и в то время именно как раз произошло вот это стремление, скажем, нового московского русского, скажем, государства двигаться на юг к византийским землям, соединяться вот именно духовно больше с этим регионом. Существует и обратный пример. Когда русская княжна, став королевой эллинов, на века покорила их сердца, оставив свое достойное наследие в истории Греции. Королева Ольга была супругой короля Георгия Греческого, и в принципе здесь даже не можем разделять, да, невозможно разделить. Она действительно, мы ее называем королевой эллинов по сей день. Она смогла сохранить и свои русские черты, да, и приобрести греческие. Она фактически была и русской, и гречанкой. И для Греции она сыграла в тот период особенную роль, потому что как раз вот этот момент в Греции происходило становление ее, когда Греция расширяла свои границы. И границы расширяла именно за счет территории, которые были греческими и были захвачены. И во время войн было очень много раненых, было очень много трагедий в семьях. И она вот занималась как раз госпиталями военными, старалась, чтобы помощь была оказана семьям, самим военнослужащим, которые пострадали во время войн. Греческие женщины достойно проявляли себя и в период войны. Во время турецкого нашествия многие из них предпочитали смерть плену, считая, что тем самым они не только сохраняют свою честь, но и не допускают продолжения рода, обреченного на унижение и рабство. Можем сказать еще о том, какую роль играли, например, женщины, пускай даже помогающие своим мужчинам, в таких регионах, куда турки не зашли. На Крите это регион Сфакя, на Пелопенессе это Мани, в Эпире это Сули, Сулиотисес. Вот женщины, например, этого региона, да, они, если их сына ранили в спину, не принимали его домой. То есть настолько были жесткими, да, вот скажем, а с другой стороны они любили своих детей и рубили свою родину и воспитывали своего ребенка так, чтобы он, повзрослев, воевал, именно смотря вперед. Вот это все, скажем, что было в обществе с древнейших времен практически до сегодняшнего дня, оно было воспитано больше женщинами как раз. И то, что женщина как таковой роли открыто не играла, все равно на ней держалось общество в основном. Сегодня во всем мире женщины открыто могут реализовывать свои таланты, а также проявлять свои способности как в искусстве и науке, так и в политике. Одной из самых ярких представительниц греческого народа, получившей международное признание, являлась Мария Калас, знаменитая оперная певица 20 века. Огромную роль для самой Греции сыграла Мелина Меркури, греческая актриса, певица и первая женщина-министр культуры Греции. Если она что-то проповедовала греческое в мире, к ней прислушивались. Если она что-то говорила, значит, это действительно было так. То есть смогли через свой характер греческий, через искусство свое, наряду и с другими, например, скажем, и с мужчинами, греками, которые действительно смогли себя проявить и в Греции, и за рубежом. Сегодня в программе мы назвали лишь несколько имен греческих женщин, которые оставили значимый след в истории. Но надо отдать должное каждой матери, которая дарит жизнь, а после поддерживает своего ребенка на протяжении всего его жизненного пути, а также каждой супруги, которая и в радость, и в горе проживает отведенное Богом время бок о бок со своим мужем. Женщина – это главный источник вдохновения и сил, благодаря которым мужчины с древнейших времен и по сегодняшний день совершают подвиги и созидают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok